Радио Болтком Здравствуйте Добрый день Была ведь действительно отлаженная система В 80-е годы она работала И затем, когда вот как-то все рухнуло Ну, все стало по-другому, скажем Нужно было практически создавать эту систему заново Потому что были прекрасные артисты Которым просто негде... Ну, то есть сам артист не мог пойти Ну, мог только, наверное, в переход Играть на скрипке, собирать деньги А вот пропали люди, которые организовывали Вся эта машина, которая организовывала концерты Составляла все эти планы, графики Вот что тогда происходило? Вы знаете, наверное, все-таки надо отступить На еще пару шагов назад И напомнить нашим слушателям Потому что время идет Поколения меняются Событий так много И память у человека Не может удерживать все Особенно то, что находится на периферии его внимания Я думаю, что все-таки не грех было бы напомнить Нашим слушателям о том Что в предыдущую эпоху Латвийская филармония была одной из лучших в Советском Союзе И уступала только Московской и Петербургской И сюда приезжали все музыканты Которые гастролировали по Советскому Союзу Рига была третьим городом Москва, Петербург, Ленинград, Рига Иногда они заезжали еще и в Киев Но Киев можно было миновать, а уж Ригу нет И это все происходило благодаря Гениальному Как сегодня бы мы сказали Продюсеру, а на тот момент Директору филармонии Со знаменитой Фамилией, ставшей уже нарицательным словом Швейник Я даже его видела Я была маленькая, но я однажды его видела Такой седой человек С грозным лицом Мне рассказывали очевидцы Те, кому сегодня уже под 80 музыканты Что в начале сезона Или в конце предыдущего сезона Он приезжал в Москву В госконцерт С огромными такими бумажными простынями Где было расписание на год Или на два И ходил по кабинетам и выяснял Кто приезжает Кто приезжает из Великобритании Кто приезжает из США Какие музыканты Какие коллективы Квартеты Солисты Пианисты Лауреаты И так далее И заполнял себе Вот это расписание И поэтому Поскольку он всех опережал Во-первых А во-вторых Потому что он этого Очень хотел Можно же было не ездить И за те же самые Зарплатные деньги Сидеть себе спокойно в Риге И ждать пока Тебе предложат кого-нибудь А ему этого было мало Он хотел Чтобы было самое лучшее Самое передовое Самое прогрессивное Самое интересное И чтобы этого было много И он родил за это Вот понимаете Всегда все-таки История делается Людьми неравнодушными И я совершенно не согласна С бытовавшей когда-то теорией О том, что Массы человеческие делают историю Историю делают личности И они способны Это русло изменить И этот руль повернуть И вот Швейник был одним из таких людей Причем У него был Отвратительный характер Рассказывают Очень жесткий Ну как обычно Мне рассказывала В свое время Элисо Версаладзе Она Прислала программу Должна была сюда приезжать С концертом И когда она Приехала Она увидела Что в программе Где она должна была Исполнять ее Любимого Шумана Стоит цикл бабочки А она говорит Я вам не писала бабочки Я писала карнавал А он говорит А карнавал у нас до этого Уже кто-то другой играл Поэтому будете играть бабочки Она говорит Я не могу Я давно их не повторяла И мне это сложно Он сказал Или вы играете концерт Или вы не играете концерт Но тут Скажем так Была борьба Двух характеров Но в то время Нельзя было Сильно перечить Директору филармонии Поэтому Элиса Константиновна Сыграла бабочки А на бис Когда ее стали вызывать Она целиком Сыграла Весь цикл Карнавал То есть Который длится 25 минут То есть она все-таки Поступила по-своему Но через Некоторую жертву Скажем так Это был швейник После него Была замечательная Директор Исфирь Ноевна Рапиня И я Вот умудрилась Даже в своей юности Поработать Под ее началом У меня тогда Были первые Мои такие Концертные лекции Готовые Где я И рассказывала И играла И играла соло И играла В ансамбле И тогда Существовал Худсовет То о чем Мы сегодня Совсем забыли И Худсовет Решал Достойны ли Эти музыканты Выйти к публике Это не цензура Это Вопрос Качества Профпригодности Профпригодности И ответственного Отношения К своему делу То есть Халтура Не проходила Ну а поскольку Я была Зеленой Совсем Студенточкой Ну естественно Ко мне было Удвоенное Внимание И очень Предвзятое Впечатление Дотову Я очень юно Выглядела И вообще Была Вчерашней Школьницей А тут я буду К людям ездить И что-то им вещать Но Мои лекции Очень понравились И я стала этим Зарабатывать И кстати Даже немаленькие деньги А сколько Вот получали Ну я сейчас В цифрах не помню Я помню Что были палочки Все кто когда-то Филармонии Любой филармонии Советского Союза Работал Все знают Что были палочки Одна палочка Была Сольное Выступление Пол палочки Была Ансамблевая игра И четверть палочки Была Вот эта лекция У меня Поскольку я Все три роли Объединяла То у меня Получалось Много А еще Бывало так Что если ты Допустим Ехал в какой-то Дальний район Латвийский Там еще были Какие-то надбавки В общем Мне кажется Приличные деньги Что-то даже Больше 30 рублей За одно Выступление Получалось Я напомню Что в принципе Там 60 рублей Это была Такая Ну Самая Низкая зарплата Я сейчас читаю Очень интересную книгу Воспоминания Рудольфа Баршая И он как раз Там пишет О том Что в 60-е 70-е годы Солист оркестра Музыкант Камерного оркестра Получал Чуть больше 100 рублей Зарплату А фрезеровщик На заводе Около 400 Я знаю Что моя мама Будучи директором Школы Получала Меньше 200 рублей То есть Скромные Были зарплаты Ну и цены Были другие Это понятно Так что в сравнении с этим Если я 5 лекций В месяц Прочитала То я получала Приличные деньги Учитывая Что я была Совсем юной Это было очень Приятно И естественно Во мне это поддерживало Стимул Это продолжать Никто не думал Что это закончится Ну да Я вот буквально В этой студии Артур Маск Отспоминал Как они с Жагарсом Будучи студентами Они еще Стояли ночами Вот в очередях Для того чтобы Билеты Достать И мы стояли У меня такой случай Может мы даже В одной очереди С Маскотом стояли Но он постарше На концерт Рихтера Или на концерт Испанского балета Я помню Были спектакли Испанского балета Стояла живая очередь Вдоль оперы То есть там внутри Было столпотворение У кассы Очередь Выползала наружу Загибалась Вдоль Всего Оперного Бокового Фасада Если кто-то помнит Когда-то там была Стоянка такси И вот далеко Далеко За эту стоянку такси Практически До поворота На Кришенбарона Стояла Живая очередь Зимой За билетами На испанский балет А что касается Рихтера Это вообще была Очень интересная история Была Это был апрель Я помню Потому что В какие-то там дни Мы должны были Участвовать В каком-то семинаре По апрельским тезисам И мы Вместо апрельских тезисов Мы отпросились Пошли стоять В очередь На Рихтера А было так Сначала Было объявлено Два концерта Что он будет Один концерт Играть Сонатой Хиндами Это с Олегом Каганом Легендарным скрипачом А второй концерт Будет давать С камерным оркестром Московской консерватории Под управлением Николаевского Очень хорошего дирижера И там он будет Играть Баха По-моему И когда Мы пришли За билетами Оказалось Что практически Все уже продано Но какие-то билеты Мы получили Мы были тогда Учились В музыкальном училище И Давали по два билета В одни руки Это я тоже помню А поскольку Было два концерта Можно было получить Два и два И на один концерт Я пошла с мамой И на другой с папой И вдруг Пронесся слух Что Вот в четверг Когда у нас Как раз Вот эти семинары По коммунизму были Что Рихтер будет давать Дневной концерт В три часа дня И будет играть Шуберта Каким образом Мы как учащиеся Об этом узнали Первыми Я не знаю Но я подняла Так сказать Всю свою Дружескую компанию Училище И мы Придумали Такой Ход Я Поскольку Жила ближе всех В филармонии В старом городе Прихожу Первое К семи утра В восемь утра Ко мне присоединяется Следующий И так мы потихоньку В двенадцать открывается касса То есть мы за пять часов До открытия кассы Уже стояли К этому времени Придет вся наша компания И каждый возьмет По четыре билета И еще Там Конечно Преподавателям Надо было взять А преподаватели Не могли стоять в очереди У них были занятия В общем Это был Форменный скандал Потому что К двенадцати часам дня Впереди Оказалось Не пять человек А нас уже было Человек восемьдесят Все музыкальное училище Но мы всех записали Это был реальный список И я там Тоже воевала С теми Кто стоял сзади Что мы честно пришли Вот наши термоса Мы тут стоим В семи утра И мы все это заслужили И у меня даже есть фотографии Где мы счастливые Вот моя компания После того Как мы уже купили Эти билеты Мы болтались По старому городу Не пошли ни на какие лекции И фотографировались Около церкви святого якобы То есть Вот это такие были Жаркие воспоминания И мы же много читаем В воспоминаниях о том Как в Москве И Ленинграде Люди стояли ночами За билетами На Таганку Еще куда-то Но вот На моей памяти Вот я в двух таких очередях стояла Одна была на Концерт Рихтера Где он играл Шуберта И это было Невероятное впечатление До сих пор я помню Я Во втором отделении Я сидела в первом ряду Потому что мы собрали деньги И купили ему Огромный букет Белых гвоздик Мы знали что он любит белые цветы Мои места были в конце балкона И тут я сообразила А как же я с этими цветами С балкона попаду вниз И кто-то сказал Ну ты мне цветы отдай Я сижу в квартире Я сказала нет Я сама хочу И мы поменялись С кем-то из мальчиков Мне уступили Вот этот первый дополнительный ряд Это были места справа Двадцатые уже места И практически я все время смотрела на его лицо Потому что я сидела почти к нему лицом И у меня временами было ощущение Что он на меня смотрит Конечно он меня не видел Ни меня никого не видел Он смотрел внутрь себя Когда играл Но ощущение было такое Когда он поднимал глаза Что смотрит на тебя И потом я подавала ему цветы И я вот помню ощущение его ладони Она была очень пухлая Вот и внутренняя часть ладони Где подушечки Она была очень мягкая И очень пухлая Такая вот приятная Такая медвежья немножко на ощупь И он так мне поклонился Но это такие воспоминания Которые конечно на всю жизнь остаются Это была вот наша жизнь филармоническая Мы ходили Кто только не приезжал Мы имена эти не знали Но если это был иностранец Мы уж бежали все Потому что хотя бы Другой стиль игры услышать И вообще как бы через этого музыканта Который сидит на сцене И прибыл из Франции Или не дай там Из Соединенных Штатов Просто как будто бы Ощутить флюиды Вот этой другой жизни Не всегда эти музыканты были лучшие Ну по-разному бывало Я помню приехала одна француженка Играла де Бюсси Я что-то даже не помню Впечатления от этого концерта Помню что у нее были Очень красивые волосы Но как-то об этом Неудобно было говорить И тут на следующий день Я прихожу к своему преподавателю На занятия На занятия по сольному Исполнительству Я училась в училище тогда И пришла девочка постарше И педагог наша спрашивает Ну как вам концерт? Я так замялась А моя однокашница постарше Которая говорит Ну волосы у нее красивые И это в первый раз в моей жизни Был случай Когда человек очень элегантно Обошел необходимость критиковать И при этом всем было понятно О чем идет речь Вот как-то такой момент был Но это все были вот старые времена А потом действительно Ну вот не было жалко Потом вот этого С одной стороны Ведь это было ощущение дефицита Но ведь это был какой-то хороший дефицит То есть люди были готовы На все для того Чтобы то, что сейчас приходится Ну точно так же Как стояли очереди за книгами Когда объявляли подписные издания У меня тоже Поскольку мы жили в центре Там была просто штаб-квартира Где собирались вот все книгоманы Забегали ночью Выпить чашечку кофе Вот чуть-чуть посогреться И снова бежать Занимать очередь Вы знаете Ну этого уже никогда не будет С одной стороны Вообще некоторый голод Некоторый голод В любом смысле Чего бы это ни касалось Мне кажется Для организма очень полезен И для физического И для ментального И для эмоционального И для какого хочешь Вот некоторое Отсутствие вот этого полного потока Оно тебя моделирует Я не буду сказать Мотивирует Оно тебя моделирует Ты ищешь Ты выбираешь Ты проявляешь Какую-то инициативу Потому что Я все-таки отношусь К породе людей Которые считают Что достижение Только через некоторое преодоление А когда у тебя все Вот все А зачем тебе тогда стараться Ты вот это возьмешь Ты вот это возьмешь Я помню Как я работала В Пушкинском лицее И предлагала ребятам Темы для домашних эссе И некоторые мне приносили Такие развернутые работы Я вообще не понимала Откуда это Потом я поняла Они просто сдирали Из интернета Понимаете То есть не надо было Проявлять вообще Никакого усилия Надо было только Четырьмя пальцами Нажать правильные кнопки И вот она Вместо тебя Созданная информация Ты ее просто Нагло используешь И рассчитываешь На высокий балл Ну я конечно Это все Просчитывала Поэтому высоких баллов За это не было Но Но Принцип вот этот Что ты можешь Просто взять Использовать Не переварив Не присвоив И перегрузив Перезагрузив Это через себя Поэтому вот этот Некоторый голод Ну сейчас смотрите Ну такие имена Мы бы Месяц стояли бы В этой очереди Еще 15 лет назад Чтобы попасть На концерт Дирижера Великого Который вот сейчас Две недели назад В Юрмале Дирижировал А сейчас Ну Да Даже Ну не было Аншлага И это так дико Понимаете С другой стороны А Ну есть и другой момент Ведь когда у тебя Есть голод У тебя есть Недостаток этого То есть это все Дозировано Ты дозировано Получаешь шоколад Ты дозировано Покупаешь туфли Ты дозировано Ешь сладкое Только по пятницам И ты дозировано Вот ты знаешь Что у тебя в месяц Допустим Четыре события Одно в театре Одна выставка И два концерта Ну предположим Да А когда у тебя вал Ты воспринимать Это не можешь И выбираешь уже Или то Или это И думаешь Ой ну ладно Я в общем-то это могу И в ютубе послушать Это ведь тоже Мотив Потому что я сразу Вспоминаю В годы моей студенческой Вот юности Тоже у нас в институте Были кружки Научные кружки И я посещал Практически все И это было Нас разгоняли Просто вот приходил Уже сторож Потому что мы Это реально Можно было обсудить Какие-то исторические Проблемы Которые преподаватели Может быть не могли На лекциях Но они во время Этих кружков Они могли нам Чуть-чуть больше Дать информацию Вот эта жажда Что-то узнать новое Вот И у нас Я недавно Буквально неделю назад Очень добрым словом Вспоминала женщину Которую Имя которой Вы, конечно, знаете Это Катерина Борщева Она В то время Когда я училась В Меддене Она преподавала Там английский язык И хотя я Не Обучалась там По общепрозывательным Предметам Я параллельно Училась В школе Но на клуб Улиншпигель Который она вела Я ходила И это мои самые Даже говорить трудно Это самые Сладостные И очень Мощные Воспоминания Моей юности Потому что Там звучали Имена Мандельштама Пастернака Шопенгауэра Ну, меня меньше Интересовала Философия Больше Всегда Больше Интересовала Поэзия И живопись Но от нее Мы узнали Имена И английских Писателей О которых мы не имели Ни малейшего представления Читали Русские стихи Которые тогда Издавались Ограниченными Тиражами И Мой папа Был под таким Впечатлением От Моей жажды Вот этих Новых Впечатлений Художественных Что он пошел На черный рынок И купил мне Томик Мандельштама И заплатил он За него 50 рублей 50 рублей Ползарплаты Потому что он понимал Насколько для меня Это важно А впервые Мандельштама Мне прочла Вот Слух Катерина И С ней Можно было Говорить Оо всем И О жизни И О Искусстве И о культуре И о литературе И о живописи О чем О чем О чем угодно И Это была Ну это была еще Юношеская жажда Понимаете Мы же были Юными Очень Нам было По 14 По 15 Лет Потом у многих С ней сохранилась Дружба И во взрослом Возрасте И мы с ней Тоже приятельствовали Она ходила К нам на концерты Уже тогда Когда она издавала Свой журнал И вот эти люди Они остаются Для тебя Такими Светочами Потому что Они уникальны Мне так кажется Что сейчас Даже уникальность Отдельных личностей И то она Нивелируется Благодаря Вот этому Непрерывному потоку Бесконечной Очень Разной По уровню информации В которой Очень трудно Ориентироваться И возвращаясь К нашей теме Да Вот по поводу Голода Дефицита И перемен Ну вот 90-е годы Конечно Перемены Были разительными Поскольку Вот эта Старая Художественная Жизнь Она просто Замерла Рапиню Уволили Через какое-то Время В филармонию По-моему Пытались перевести На хоз Расчет Уволили Многих Музыкантов Там же было И квартет Струнный был И фортепианный Дуэт был И фортепианное Трио Значит Скрипка Виолончель Фортепиана И певцы Камерные Которые И исполняли Камерные программы И концертмейстеры И не только Оркестры Хор были На балансе У государства Но вот эти Отдельные И исполнители Это все Разрушилось Я за этим Не следила У меня тогда Поменялась очень жизнь Я стала преподавать Много И заниматься Своими собственными Лекциями Концертами Вот в Доме Работников искусств То, с чего Я публично Начинала Когда-то И я, может быть Даже и не заметила Вот этих перемен Потому что Я стала Очень дружить С московскими Музыкантами И очень много Туда ездить И у меня Как бы не было Ощущения Вот этой Нехватки Художественной Информации Ну а потом Пришло время И по случайности Открыла я Своё музыкальное Агентство Хотя Я не верю В случайности Я верю В совпадение Закономерностей Просто пришло время И так случилось Это могло случиться Бы Может быть На год позже А случилось Тогда, когда Случилось И вот Открыв Своё агентство В 98-м году Я тут же Придумала То есть Не придумала А стала Воплощать Ещё давно Придуманный Мною цикл Концертов Городу и миру Объединявший В себе Музыкантов Сделавших Карьеру На западе Бывших Латвийцев И тут же В первый же год Открыла Зимний фестиваль Это был 98-й год Ну Я по-моему Уже недавно Как раз Об этом рассказывала Меня смотрели Как на сумасшедшую А теперь След за мной Сколько этих Зимних фестивалей Я не единственная Ну Скажем Я всегда Открываю Новые пути Ну так Так сложилось Наверное Это моя планита Как я недавно Сформулировала И думаю Я права Мы не идём В мейнстриме Мы его определяем Ну Учитывая Что мы Первыми Сделали Зимний фестиваль Что я Первая Придумала Фестиваль Разнообразной Музыки В Юрмале И что мы Первыми Целенаправленно Стали помогать Просто вот Как частные Предприниматели Молодым Музыкантам Мы же Во всём этом Были первыми Мы первыми Придумали цикл Объединяющий Уехавших Из Латвии Ну Это же Правда Это всё Есть В исторических Свидетельствах И на нашей Домашней странице И в газетных Статьях Это Можно сейчас Сколько угодно Пытаться Нивелировать Или изменять Историю Но есть Объективные Факты А они Таковы Вот И зимний Фестиваль У меня Шёл Как бы С одной Идеей Вот Объединить Разные Зимние Праздники В одну Концертную Серию И давать Людям Вот Свет И радость В самое Тёмное Время Года А что Касается Летнего Фестиваля Я в Юрмале Стала работать С 2000 Года Ещё При Старых Старых Руководителях Которых Уже Нету Сейчас И При Мне Сменилось 7 Мэров Да Три Директора А сама Сцена Менялась Ну Сцену Реконструировали При Андреи Кондратюке Её Реконструировали Сохранив Облик Вот Этой Сцены Созданной В 70-е Годы Архитектором Гелзисом И Мне Она Нравится Мне Не хочется Её Закрывать Мне Не хочется Её Менять Есть Какие-то Вещи В них Есть Ностальгия Я не знаю Что будет С этой Сценой Скажем Через 10 лет Потому что Уже не будет Тех Кто вырос С этой Сценой И тогда Наверное Этот Вал Истории Может быть Он Зацепит И реконструкцию Полноценную Этого Зала Но Пока Мне Нравится Он В том Виде В котором Он Есть Открытая Ну Естественно Вообще Такого Второго Зала Нет Может Быть Во всей Европе Потому что Во-первых С одной Сороны Это Открытая Сцена Другой Сороны Зал Защищен Стабильной Крышей Не Хлопающей На ветру Тканью Парусиной Или Брезентом А Настоящая Крыша И Вот эти Сосны Которые Обрамляют Этот зал Создавая Естественный Ряд Колонн И Декораций Это Удивительное Создание Человеческих Рук На Фоне Природы И то, что ты после концерта Или в перерыве Можешь подняться На Прямо из зала По ступеням Подняться на террасу И наблюдать оттуда Солнечный закат Ну это Удивительный Сплав Природы И Творение Человеческих Рук И Музыки Поскольку Все-таки Музыка Диктует И наполненность Этого зала И Содержание Ну и Естественно Вот эту Ауру Эту энергетику Создает Как появился Фестиваль Уже Вот Артиссимо Артиссимо Появился В противовес Фестивалю Которую Которую я В свое время Начала И Которую Которого у меня Не стало Не думаю Что сейчас Время И место Об этом Это обсуждать Те Кто меня Знают Те Кто знают Историю Моего Агентства И историю Моих Фестивалей И меня Те Понимают Дух Которых Я Ощущаю Как Интересный И не Просто Современный Ради Такого Слова Которое Сейчас Все Употребляют Ради Прикола А в этом Действительно Есть какая-то Новизна Какая-то Перспектива И большой Талант Но что касается Летнего фестиваля То мы Естественно Пересматриваем Его концепцию Потому что Пару лет назад Появился Большой фестиваль Классической музыки В Юрмале И Нет смысла Конкурировать Потому что Там Это такие Тяжеловесы С таким Финансовым Запасом Я бы сказала Золотым Которые Ну не имеет смысла Так сказать Идти вторыми Надо придумывать Что-то свое Поэтому Например Фестиваль Который мы В этом году Проводим В нем только Из четырех концертов Один Полноценно Классический И то у него Есть Как бы Свое лицо Свой шарм И своя идея Это концерт В памяти Дмитрия Башкирова Поэтому туда Придут люди Не просто Которые любят Классическую музыку Или фортепианную музыку Но придут Те Кому цена Память И кому цена Вот эта преемственность Поколений Которую нам Представят Его ученики На сцене А это Великолепная Пианистка Пламена Мангова Которую Башкиров Считал Одной Из тех Кто перенял Его Эстетические идеи Музыкантские Вот это Пламена Мангова Это Замечательная Болгарская Пианистка Виктория Забыла Вдруг Ее муж Редькин Знаменитый пианист А ее фамилия Василенко Василенко Да Василенко Потом к нам Добавилась Пианистка Кстати Рижского происхождения Родители у нее до сих пор живут В Латвии Мирием Польски Она к нам приедет И тоже будет участвовать Одна из его учеников Уже вот В Королевской академии В Испании И Двое мужчин Два пианиста Замечательных Одного поколения Это Феноменальный Испанский пианист Перес И наш Вестер Шимкус Который Тоже кстати С подачи фонда Германа Брауна Учился у Башкирова Три года И С радостью Согласился участвовать В концерте В памяти своего учителя А другие концерты Это будут концерты Смежных жанров На стыке Джаза И классики Классики И кроссовера То есть Вот мы начинаем С Всемирно знаменитой Группы Дефаз Жанр Который Довольно сложно Определить Потому что Они микшируют И джаз И техно И Классическую Немножко музыку И поп И эстрадную Всякое Но Они очень талантливые И это очень ярко Поэтому я решила Что Мой фестиваль Такой концерт украсит И Знаменитый Ансамбль Яношко Две скрипки Контрабас Фортепиано Они играют Классику В таком Своем Ракурсе Скажем так Они ее Микшируют С джазовыми Эпизодами С какими-то Джазовыми Ритмами Вплетают Туда Народные Мелодии Но делают Это с огромным Вкусом Во-первых То есть Это никакая Не скажем так Цыганщина А во-вторых Они все лауреаты Очень крупных Международных Конкурсов Классической музыки То есть У них Потрясающая база Как у музыкантов И Вот кто их знает Те конечно Уже рвутся На этот концерт Ну и фламенко Фламенко Это Я сама Очень люблю Фламенко И с удовольствием Всегда смотрю Представления В этом жанре И мы пригласили Патрицию Герреро Великую исполнительницу Танца Фламенко И она приезжает Со своим ансамблем И вот это Тоже такой концерт Но на этом Наш летний сезон Не заканчивается Потому что Спустя неделю После Юрмальской серии У нас Мною Очень долго Жданный Концерт Великого пианиста Григория Соколова Этот концерт Пройдет В национальной опере То есть Мы Эти традиции Я бы сказала Традиции Латвийской филармонии Традиции Швейника Мы в какой-то степени Стараемся продолжать Конечно Меняется время Швейника Нет уже 50 лет Наверное Я его видела Когда-то Для меня Это живой персонаж Для кого-то Это мифический герой На уровне Войны 12-го года 1812-го Понимаете То есть Время-то Меняется И С одной стороны Хочется Сохранять Ценности Которым ты знаешь Истинную цену Извините за тавтологию Вот Ты действительно Понимаешь Это ценно Это нельзя Упускать На это нельзя Ставить крест Это нельзя Ссылать Ни на свалку Истории Ни в затхлый музей Пусть это живет Здесь Сегодня будет Параллельно с этим Развивается Очень много Другого И Тут надо Чувствовать Это время Ориентироваться В нем И выбирать Конечно Самое лучшее То что может быть Интересно Нашим слушателям А у нас нет Никаких Вопросов Со стороны Слушателей Я могу Напомнить Телефоны Прямого эфира 6 7 7 213 93 9 Можно позвонить И Может быть Или Действительно Задать вопрос Или поделиться Воспоминаниями Кто стесняется Есть у нас Номер Ватсапа 2 3 0 6 1 9 1 Можно написать И остаться В общем Как бы Анонимным Но Тем не менее Ваш вопрос Мы обязательно Зададим 6 7 2 12 93 9 6 7 2 13 93 9 Телефоны Вот А я хотел спросить Вот чем все-таки Ну отличается Действительно Вот время Когда артисты Работали Словно говоря Не хотел сказать Из-под палки За палочки Вот из-за этих Трудодни До вот Нынешнего времени Что поменялось То есть вот Насколько нужно Угождать Вкусу публики Как создавать Этот вот Духовный голод Дефицит Чтобы Чуть-чуть Вот Люди Понимали Что сейчас Вот они могут Попасть на концерт А Все Потом Придется ждать Несколько лет Пока артисты Приедут Может быть В следующий раз Вы знаете Есть примеры И да И нет Вот например Концерт Соколова Вот в этом случае Люди понимают Что вот Он приезжает И это уникальное Событие Потому что До этого Он в Риге был 35 лет назад Я его Школьницы Опять же Слушала В малом зале Камерном Тогда еще По адресу Ленина 11А И неизвестно Когда он приедет К нам снова Потому что У него есть места Куда он привык ездить И ездит каждый год А количество концертов Ежегодных Он не увеличивает И потом Приходит возраст Когда надо Это количество Сокращать Потому что Просто сил не хватает И в данном случае Люди понимают Что это уникально Тем более Что среди наших Слушателей Есть те Кто ездят за ним По миру Слушать в другие города Я когда была Два года назад На его концерте В Хельсинки Я там встретила Большую группу Рижан И большую группу Петербуржцев То есть Это такое Действительно Уникальное событие И вот этот Духовный голод Он Неутолим Но это уже Совсем Исключительное Событие Мне Я думаю Что это у нас Могла бы быть Тема Какой-то Отдельной беседы Может быть Даже какого-то Круглого стола Где я была бы Не одна Потому что Эта тема Очень Сложная Многоплановая Я бы сказала Многоярусная И В трех словах Не скажешь И естественно Рецепты не дашь Думаю Что такого рода Голод В больших городах Сейчас Утолять Настолько легко Что Если хочешь Чтобы тебя воспринимали Как Сошедшего с небес Езжай в далекую Глубинку В какой-нибудь Другой стране Потому что Даже в Латвии Самые маленькие города И то делают И свои фестивали И свои серии концертов И приглашают музыкантов Я объездила Большими музыкантами Всю Латвию И в маленьких городах Пели и Элина Гаронча И Инга Кална И Эгил Силиндж И приезжали Зарубежные артисты И Ну то есть это Здесь это возможно То есть надо ехать В какую-нибудь Большую страну В какие-то дальние регионы Тогда может быть Вот ты там Почувствуешь Вот этот Утоляемый Во время концерта Голод Вот этот Духовный С другой стороны Ну действительно Ты можешь сейчас Зайти на любую станцию Послушать в архиве Прекрасную музыку Можешь зайти на Ютуб Послушать Живой концерт Записанный 30 лет назад Людьми Которых уже нет в живых А ты вот сейчас Можешь на Ютубе Эту запись послушать То есть меняется Вообще концепция Мне кажется Меняется концепция Восприятия И Уследить за этим Не так просто Что касается Угождать публике Я думаю мы об этом отдельно Тоже поговорим Потому что я против Я против Я понимаю Что я рискую Может быть Количеством проданных билетов Но уж угождать Мне точно не хочется И я гну свою линию Это не значит Что я все время Предлагаю слушать Шенберга или Брукнера Для этого есть Госоркестры Но то что я Все время предлагаю Новинки Какие-то нестандартные Программы Это точно Вот я как раз хотел Спросить Чем определяется Выбор артистов Поскольку Иногда ведь кажется Что боже мой Что тут сложного В этой профессии Вот есть топовые артисты Которых нужно просто Привезти Снять зал И повесить объявление Вот Продаются билеты И вот Ну вроде бы Сама схема же Кажется Но это же только схема Она все равно Гораздо Обширнее Таблицы умножения Схема действительно Она такая Ты можешь его послушать На ютюбе Он тебе понравился Ты его каким-то образом Находишь Через агентство Или еще каким-то способом Ты его приглашаешь Ты как вы говорите Вешаешь афиши Но только это Вешаешь афиши Теперь облекается В многотысячные Вложения по рекламным Так сказать Мероприятиям Но да Принцип такой Он не менялся Он такой уже 300 лет Такой вот Подход Но вопрос в том Что ты предлагаешь Кого ты предлагаешь Для меня это Очень важно У меня есть Например Список музыкантов Которых я не буду Приглашать Я их уже звала Пару раз И я поняла Что ничего нового Ни мне Ни моей публике Они скажут Не скажут И просто заниматься Как бы тиражированием Их успеха В какой-нибудь Другой стране Мне не хочется Но мне все-таки Хочется Ну понимаете У каждого человека Есть своя миссия Ну вот миссия Одному рожать Другому цветы сажать Третьему Ну как бы Вот Музыкантами заниматься И я же не продюсер Который Сделал это Скажем Источником Своего заработка Я все-таки Музыкант Преподаватель И в какой-то степени Раз я педагог То это все равно Миссионерство Пусть в очень Условной И такой Маленькой степени Я чувствую Ответственность За то Что я делаю Мне не все равно Кого я приглашаю Чем эти люди На сцене занимаются И мне неинтересно Слушать Пианистку У которой Когда она садится Разрез До талии Платье Если она даже Очень быстро И очень ярко Играет Как бы Тряся башкой Но мне это неинтересно Я хочу Чтобы человек Который сел за рояль Или вышел ко мне Со скрипкой Чтобы он Мне сказал Что-то важное Или открыл Или открыл для меня Что-то новое Он может играть Старую программу Но если он Это делает По-своему Старую Я имею ввиду Известную Тот же Концерт Чайковского Но ты же все равно Услышишь его По-другому Если этот скрипач Играющий Концерт Чайковского Для скрипки С оркестром Будет с тобой Говорить на ему Ведомом языке А не думать о том Что каждая нота Это доллар Который он сыграл Понимаете? Вот что важно И тогда Возникает вопрос Что ты играешь И как ты играешь И эти вопросы Взаимосвязаны И от них идет цепочка Кто? Тот, кто играет Кого я приглашу Поэтому я стараюсь Выбирать людей Ярких Талантливых Умных Интеллектуальных Или художников Или поэтов Рояля Ну вот В свое время Я пригласила Так Дебарга Которого Рижская публика Не знала Потому что Я услышала Его Отличимость От всех остальных То же самое Спустя три года Произошло с Мао Фуджита Который не получил Так же как и Дебарг Не получил Первую премию На конкурсе Чайковского Но он особенный Он необыкновенный В этом И я хочу Этим своим Открытием Поделиться Можно ли сказать В этом случае Что фон Германа Брауна Становится Ну вот Брендом Ну я бы не хотел Там каких-то Ассоциаций С колами Но тем не менее Вот люди Выбирая бренд Они как бы В чем смысл бренда Что они понимают Что вот За этим брендом Стоят какие-то Принципы Какие-то То что Конечно И это очень давно А моя коллега Ехала в трамвае Это было 15 лет назад Разговаривают Две женщины А что ты сегодня Вечером делаешь Я иду на концерт А куда В дом черноголовых А что там Ты знаешь Я не помню Музыканта Но устраивает Фонд Германа Брауна И вот Моя коллега Прибежала на работу Просто взахлеб Об этом рассказывала Конечно Мы бренд Потому что Мы это качество Это всегда качество Это всегда интрига В смысле Что-то Даже если Незнакомое имя Надо идти Потому что Инна Выбирает Что-то интересное И естественно В этом смысле Мы бренд Это Это важно Я не очень люблю Все эти ярлыки Названия Но это вопрос Репутации В данном случае Репутации Это не просто Вывеска Потому что Ну Одну и ту же сумку Делают в одном И том же Китае Только одну делает По заказу Крупной компании А другую Подпольно В принципе Отличить их может Только супермастер Да И люди платят Только за то Что они уверены Что это сделано Неподпольно Мы понимаем Да Это Луи Вутон Это все эти Огромное количество Разных других Компаний Фирм и прочее Что касается Искусства Тут Ну В общем-то И даже неискушенному Понятно Что есть что Где настоящая А где подделка Просто Если человеку Внушают Что это супер И он за это платит 100 евро И сидит на концерте А у него в душе Ничего не колышется Он думает Наверное Я дурак Наверное я чего-то Не понимаю А на самом деле И не должно Колыхаться Потому что Кто на сцене Не для того сюда Сел на эту сцену Чтобы у тебя в душе Что-то колыхалось У него какие-то Другие задачи Или просто не хватает Даже Ну как бы Масштаба Для того чтобы Эту задачу себе создать Кроме того чтобы Качественно сыграть Может не называя имен Да Вот действительно Артисты Чья ценность Ну скажем так Преувеличена Ну то есть Есть конечно Это как раз Ну конечно есть И конечно есть И это Это было всегда Это было всегда Просто сейчас Поскольку идет Огромный вал Рекламы Желтой прессы Всяких Разговоров О личной жизни И там еще того Сего И 25 Этого очень много То естественно Это создает Вот эту пену Которая кажется Реальной ценностью Ну пройдет время И это схлынет Понимаете Другой разговор Что А мы не знаем Куда мы идем Это тоже отдельный разговор Мы не знаем Просто среди нас Есть хранители Которые стараются Удержать Вот этот Ценностный Для них Как сейчас говорят Контент Ценностное содержание Вот ценностное содержание Вот для меня Это важно Я не хочу Превращать свое Искусство в музей И не хочу Превращать в музей Свои концерты И я понимаю Насколько Огромное Предложение С чем мне Приходится Конкурировать Но я вот сейчас Вспоминаю Концерт Годичной давности Концерт С Замечательной Певицей Да Любовью Каретниковой Мы к вам Мы с ней К вам приходили И на этом концерте Было 60 человек Противу 50 Которые мы имели Право Позвать И я уверена Что этот концерт С ними останется Навсегда Потому что В нем была Правда Не только уровень Музыкальный Но в нем была Вот человеческая Правда И когда это все Объединяется Твоя душа Твоя верность Тому Искусству Которому ты служишь Уровень твоего исполнения Я сейчас не о себе говорю Хотя Партия фортепиано Там Не менее сложная Чем вокальная Я говорю Просто об этом концерте Как о Существующем В каких-то сферах Результате Художественном И это с людьми Останется И люди до сих пор Что-то вспоминают Какие-то есть вещи Которые Они неоспоримы Ох У нас на самом деле Уже Завершается программа Просто Для тех Кто Еще не в курсе Может быть Или подключился Только что Напомним Может быть О том Что предлагает Фестиваль Артисимус 13 13 14 15 16 И затем Отдельный Концерт 24 В Национальной Опере Ну Напомню Для наших Слушателей Кто может быть Подключился Позже Или не успел Записать Можно на нашем Сайте ХБФ ЛВ Увидеть Всю информацию Билеты Можно купить Заказав У нас на сайте Или Зайдя в Систему Билишу Сервис И у нас Концерты Такие 13 Августа В концертном Зале Дзинтери Современная Джаз Лаунж Группа Дефаз Мировые Звезды В субботу Вечер Фортепианной Памяти Башкирова В котором Участвуют 5 замечательных Пианистов В воскресенье Тоже В концертном Зале Дзинтери Всемирно Знаменитый Квартет Две скрипки Контрабас Фортепиано Яношко И в понедельник 16 Вечер Фламенко Это 4 концерта В дзинтере А спустя неделю 24 августа В Латвийской Национальной Опере Единственный В Балтии Концерт Великого Пианиста Григория Соколова Спасибо Большое Инна Давыдова Глава Фонда Германа Браун И программа Очевидец До новых встреч До свидания Продолжение следует...